Йоу, друзья, всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Жорж, а это продолжение карьерочки за Тудротс в РПЛ. Мы продолжаем, как я и обещал, большое спасибо вам за поддержку, 150 лайков вы набрали, даже сейчас я на всякий случай гляну, ну да, 250, правда, но ничего страшного, поэтому сегодня нас ждет 5 матчей, это 100%, ну и сегодня, знаете, прям и долгий ролик будет, потому что 5 матчей, но я и хочу с вами немножечко побеседовать. Начнем, давайте, с трансферов, посмотрел я самые залайканные комментарии, очень много комментариев вы написали, и давайте пройдемся по ребятам, которых вы писали. Было много там гаучи, еще кого-то, гаучи не получится 100%, поэтому давайте так, смотрите, 100% писали, что Пантеру, прям очень много лайков и Прокопа. Насчет Моти и Фофан, Фофан тоже просили, есть смысл, но, ребят, это 3 форварда, что Моти, что Пантера и что Фофана. Нам нет смысла от 3 форвардов, иначе они просто на банке будут сидеть. Конечно, должна быть какая-то конкуренция и так далее, но я думаю, что остановимся мы с вами на Пантере и Прокопе, пока что. Если что, в будущем мы сможем спокойно кого-то еще докупать и так далее, может кого-то продадим. Вот поэтому, я думаю, вы будете со мной согласны, что остановимся пока вот так вот. Потому что мы сможем взять Пантеру, сделать 2 форварда, Кутуз Пантера, Прокопа на Цапника, левый вингер у нас будет легенда наша, а справа будет стиль. Вот, и центр нам подкорректируем с кайфом. Поэтому, я думаю, будет хорошо. Хорошо. Также просили показать бомбардиров. Я, кстати, показывал, но, походу, я это просто урезал. На, вот. Статистика игрока. По бомбардирам у нас Кутуз, естественно, на первом месте. 12 дигалов за 7 матчей. За ним только Агеев из Волгаря, получается. Писали комментарии, что надо на А ударение. Вот. А по голевым у нас Фортуна на первом месте. 8 голевых за 7 матчей. И за ним также Агеев 5. Потом идет Кутузов. Ну, как бы много-много наших ребят. Много ребят из Тудроц. Ну, а что, забивные ребят отдают. Как бы все круто, все с кайфом. Также, друзья, буквально на секундочку отвлечемся. Очень много комментариев по типу, а как ты играешь за Тудроц в FIFA, а как получить этот патч и так далее. Патч создается... Ну, типа, вы сами так не сделаете. Это условно вам просто... Вы создадите 11, там, или 15 игроков типа из Тудроц. Но это не будет так красиво, типа, с эмблемами и так далее. Это нужно покупать патч, который делала целая команда, которая загружается в FIFA. Поэтому для вас прям мега скидка. Да, придется чуть-чуть раскошелиться, чуть-чуть у мамы. С обедов там чикс, денежку взять. Вот. Ссылка в описании будет на Boosty. Также будет на Telegram. Обязательно подписывайтесь и туда, и туда. Потому что в Телеграме я вас ориентирую, когда выйдет видос на Boosty. Вы покупаете подписку на Boosty. Это будет стоить 400 рублей. Ну, постарался максимально дешево. Вот. Видос этот выйдет на Boosty примерно в 20-х числах января. То есть, ну, чтобы у вас было время подкопить денежку. Вот. Вы покупаете подписку на Boosty. И у вас появляется на Boosty мой ролик, где я подробно рассказываю, как... Ну, типа, будет ссылка на скачивание с Google диска. Вы скачиваете этот патч, и будет видос. Как подробно установить это все, чтобы у вас все работало. Сразу скажу, что работает это только на компьютерах. То есть, на PlayStation и Xbox не работают. Только на компьютерах. Это раз. И второе. Я не могу сориентировать для тех, у кого FIFA пиратская. То есть, это только для FIFA, которую вы покупали. Steam, Original, EA, этот, тот самый. В общем, вот. Поэтому, кому интересно, обязательно залетайте. Собирайте 400 рубликсов. Покупайте. И будете тоже кайфовать за Тутродс. Но это такая. Мы немножечко отъехали от темы. Продолжаем видеоролик. Итак, ну что. Рассказал я вам, как получить этот патч. Ну, а мы переходим к первому матчу. Потихонечку надо двигаться. Сегодня нас ждет 5 матчей. А это, знаете ли, достаточно много. Еще в прошлом ролике, когда календарь мы с вами смотрели, я что-то там увидел. Страшное, страшное я что-то увидел. Я хочу сейчас убедиться, что мне показалось. А мне не показалось. Друзья, нас ждет сегодня матч со Спартаком. Мне интересно, это... Да, это нормальный Спартак. Вот, 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 вот это будет битва. А это последний матч? Да, это еще и последний матч на сегодня. Кубок. В гостях мы будем играть со Спартаком. Ну, за это лайк по-любому, ребят. Давайте, давайте уже поднимать планку. Если хотите в следующем ролике 4 матча, то это 250 лайков. А если хотите 5 матчей, то это 300 лайков. Все зависит только от вас. Я готов, как бы, записывать. Поэтому зовите друзей, показывайте этот видеоролик. Обязательно. И будем вместе двигаться, вместе расширяться, так сказать. Импроваться и так далее. Да, очень много комментариев вы написали. Огромное спасибо всем комментариям. Ну, не все, а вот. Все, что вы видите, это ваши комментарии. Обязательно пишите, чтобы попасть в следующий видеоролик. Но мы потихонечку тренируемся. Игроки импровятся. Реально импровятся. Это круто. Я прям балдею от этого. Агеев признан игроком месяца. Несправедливо. Несправедливо. Но мы играем шинником. У шинника 3 очка. Такая слабоватая команда. Я не хочу убирать... Ой-ой-ой. Опять кутузика показывают. Но это всегда будет. Главный бомбардир, как бы, базару нет. Вот. Если реально прям хотите левшука, то мы можем сделать вот что. Я куплю левшука. Мы Арчи можем убрать в центр. Вот. А левшук станет левым защитником. Вот. Такой, в принципе, план есть. И вот он, кутузик. Баннер кутузика уже в игру. Просто приготовили ребята. Болельщики. Ну что, мы на второй строчке. 15 очков. У Алании 20 очков, но на один матч больше. Шинник, он борется за выживание. Он на последней строчке. Ему победа нужна, как никогда. Также вы просили поставить, ну, типа, сложность еще выше. У меня максимальная сложность. Легендарная, или как-то так она, по-моему, называется. Есть еще какая-то ультимейт. Поэтому, если мы сейчас опять жестко Аланию развалим, то, ну, поставлю ультимейт. Не знаю, поменяется что-то или нет. Но, типа, чего бы и нет. Так, мы играем дома. Наконец-то у нас не дождь. Это меня радует. Также по поводу... Давайте еще быстренько обсудим, пока у нас начало матча. По поводу матчей. Ой, по поводу видосов. Как они будут выходить. Друзья, я, ну, как обычно, так сказать, среднестатистический человек, работаю. Вот. Поэтому у меня не всегда есть свободное время. У меня работа 2 через 2. Как только у меня появляется свободное время, то пожалуйста. Плюс у меня еще выходят ролики по-другому. Чуть-чуть контентику. Тоже обязательно смотрите. Давайте мне этого немножечко буста. Гляди, просмотры по Майнкрафтику. Пойдут и будет кайф. Но это чисто кому интересны кубики. Вот. Поэтому будет выходить 2 ролика по карьерке. Если хотите, я могу сделать их через день. Просто я думал, что типа 2 подряд, потом 2 выходных. Потом 2 подряд, потом 2 выходных. Ну, я имею ввиду, без роликов по карьерке. И вы особо не будете, знаете, вам не будет надоедать, что каждый день выходит уже неинтересно. А так вы будете ждать, что же произойдет там и так далее. Вот. С этим тоже я вас ориентировал. Так, у нас 7 сыгранных матчей, 24 забитых гола. Это много. Так. Беглариан по левому флангу. Под дачку на Кутуза. Но здесь воротарь спокойненько будет играть. Все. Вроде все с вами обсудил. Ой, всего 2 забитых. Как это мало за 7 матчей у Шинника. Но главное, знаете, в тихом омуте. Вот. Роди все моменты, которые я видел в комментарии, мы с вами обсудили. Про бусты я вам сказал. Кому интересно. Кто хочет патч. Покупайте. Балдейте. Кайфуйте. На этом, в принципе, и все. Так, Шинник атакует. Ну, здесь мы уже спокойно. Мы уже спокойно обороняемся. Без каких-то лишних там нервов, знаете ли. А это Маэстро штрафных. Появится Прокоп. Будут, конечно, они бороться, кто будет бить штрафные, мне кажется. Потому что Прокопчик-то тоже с правой может заложить. Ну, что бьет Краб? Накалболы. Правильно? Правильно. Поэтому. Будем бить на колбол. Уф. Хорошая. Первый опасный момент у ворот Шинника. Сколько же отрабатывает Арчи? Вы только вдумайтесь. Ему приходится и в атаку играть, еще и успевать возвращаться. Так, ну вот здесь он потерял своего. Потерял, потерял своего соперника. И, к сожалению, Шинник открывает счет. Два гола за семь матчей. Вот, держите. И третий. Вот, видите, здесь отпустил Арчи. И все, спокойненько в дальнюю нам заложили. Окей. Офсайд? Да, слава богу. Я сейчас... Вот сейчас я уже напрягся. Там еще и автоголба был. Прям чуть-чуть, полстопы. Ой-ой-ой. Лучший Сычу офф. Сычу надо включаться. Помните, как в прошлом выпуске он прям весь выпуск тащил? Герои прошлого выпуска Сычу Факутуз. Так, попробуйте бежать. Фортуна набирает скорость по правому флангу. Все, здесь надо искать уже. Жестко подкатились, но в мяч. Да. Да. Также, ребят, возможно, сегодня будет стрим на Твиче. Поэтому всех ожидаю. Ссылочка в описании. А чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на Телеграм. Там будут и анонсы видосов. И вам не придется спрашивать в комментариях на Ютубе, типа, когда видос. Там я вам буду писать. Что, парни, сегодня там видоса нет? Или мужички? Чаечек с печенюшечками готовьте. Видос там через час, и все. Будете балдеть. Так, здесь надо спокойненько отработать. Хорошо. Ой, Сальников умница. Такую закидушечку. Кутуз! Воротарь на месте. Ну и пошли замены от Шинника. Мне кажется, будут играть на удержание. Сто процентов на каких-то контратаках, может быть, будут они пытаться еще что-либо сделать. Так, здесь быстренько забираем мяч себе. С ударом. Мимо ворот. Мы недовольны. Конечно же, мы недовольны. Мы должны Шинника уже обыгрывать. Мы так-то второе место. Шинник 18-е. За 7 матчей у Шинника 3 очка. Это либо одна победа, либо там 3 ничьих. Я еще думал на матч перед Спартаком выставить побольше ребят из запасных. Чтобы у меня отдохнули основы, так сказать. Так, есть шанс! Есть! Хорошо, сравниваем счет. Эт Фортуны, если я не ошибаюсь. Получилось прорваться. Вот здесь я переживал, что отберет, но нет. Прорвались и в ближнюю заложили. Да, это Фортуна. Отлично. Ну, мне кажется, Шинника будет устраивать и ничья, знаете, в таком... В перспективе. С тремя очками почему и нет. Тудрос, естественно, ничья не устраивает. Кравщик. Убирает одного. Ай, как же они разыгрывают! Это что, дубль? Да, дубль для Фортуны. А вот и еще один осид для Кутуза. Буквально 5 минут. Бам-бам-бам! И вот уже Тудрос 2-1. Что он там предлагает? Фортуну поменять? Нет, пока все хорошо. Мы нашли свою игру. Хорошо заложил. Прямо уголок такое, ну... Невозможно вытащить. Кстати, хотите, интересный факт вам расскажу. Сейчас. Отбороняемся только. Ну, Корша, я думаю, многие знают. Если не все, кто меня смотрит сейчас. Вот. С Коршом я учился в одной школе. Играл футбол в одном дворе. Вот. Не могу сказать, что мы прям на данный момент хорошие друзья. Но общались. Вот. Поэтому как-то так. Просто потом он пошел в Академию Зенита заниматься футболом. Ну, еще маленький совсем. Вот. А у меня, как бы, в семье столько денежек не было, потому что там надо было платить деньги за то, чтобы заниматься. И я пошел, там, бесплатно в Северный Пресс. Такого клуба, конечно же, никто не знает. Его сейчас, наверное, уже не существует. Ой, как раскачал. Вот, а так. Такой. Маленький фэкт. Так, краб хорошо в центр. Долго. Нужно быстро принимать решение. Хорошо, отборолись. Здесь, здесь тыщ спокойно должен играть. Все, 84-й. Я думаю, надо, ну, уже спокойненько. Спокойненько. Ой, там прямой так шел. Можно было бы сейчас вообще унести моего кента. Так, сюда на стиле. Стиль передачку на Кутуза. И Кутуз. Ну, а это Фортуна, хитрик. У нас Фортуна решил сегодня Кутуза заменить или что? Я уже был уверен, что это Кутуз, ну, такой крепкий чувачочек. Ну, хотя не, Кутуз, конечно, да, побольше. Но это, это, это сочно. Это прям сочненько. Фортуна умница. MVP первого матча. Ну, доказывает, что его заменять не надо. Потому что, ну, как бы слушок-то пошел, что про копчика хотим. И Фортуна напрягся, Фортуна не хочет уходить. Все. Первый матч подходит к концу. Выигрываем 3-1. Да. Первый тайм пропустили. Проигрывали 1-0. Но в итоге смогли. Смогли собраться. Борис Фортуна. MVP. Хитрик сделал. Так, удар крабчика смотрим. Бэм. Наклбол пошел. Видите, чуть-чуть он подзавернулся. Но чуть-чуть, конечно, не то, что хотелось, наверное. Ну и все. Интервью нафиг. Не интересно. Будут там что-нибудь спрашивать, что, типа, вы проигрывали 1-0, но выиграли. Как вы думаете? Почему так случилось? Все как обычно. Ладно. У нас восстановление тренировочки. И будем переходить уже к следующему матчу. Итак, ну что, друзья. А тем временем мы переходим к покупке Пантеры. Непонятно его рыночная стоимость, если честно. Но я предложу... Начнем, наверное, с 300. Нет, 400. Ага. Первые переговоры не очень удачные. Давайте попробуем по Прокопу. Не знаю, что такое начать селекцию. Так, и поговорить с... С Пантерой мы пока не можем. Но мы дождемся, когда можно будет. Вот. А селекция-то, наверное, надо... Надо было узнать, сколько он стоит. Я что, знаю, сколько стоит? За моих пацанов по 300 дают. Да, Пантерка, конечно, подороже, потому что он в Ростове. Но можно было бы предложить. Также, друзья. Должен я перед вами, наверное, извиниться. Будет 4 матча. Обе... Ну, прошло-то пройдет-то 5. Просто смотрите, сейчас я вам покажу. Играл я второй матч против Металурга. Вот он. Я выиграл 2-5. И под конец у меня вылетел синий экран. И запись не сохранилась. Поэтому весь матч не сохранился. Ну, такое бывает. Я стараюсь записывать как могу. Почему-то только в FIFA у меня эти экраны долбаны вылетают. Но у нас не менее важные встречи дальше. Против Аланни, которая идет на первом месте. Это сейчас будет битва за первую строчку в лиге. И также последним матчем нас ждет с вами кубковая встреча со Спартаком. Нормальным нашинским Спартаком. Поэтому вы все равно кайфанете от этого выпуска. Обязательно прожмите лайк. А мы переходим к матчу с Аланни. Let's go! Важнейшая встреча. Тут Росарена. Забито полностью. Переходим к матчу. Важнейшая встреча. Мотивация. Полные штаны. Просто хоть отбавляй. И погнали. Я уверен, что будет сложно. Базару нет. Аланни первое место. Она хочет тоже в РПЛ. Так, хорошо. Здесь на Беглориана. Можно под себя крапчику отдать. Крапчик сейчас. Оп. На финтюлечках. Так. Сальников. Привозят. Но отрабатывают. Спокойно, парни. Что? Что у нас еще происходит? В штрафной своей же опасный момент у Аланни. Разыгрывают. С ударом. Снова Сычев, как будто бы легкий мяч. Но тяжело вытаскивает. Но благо вытаскивает. Был большой перерыв. Между прошлым и этим матчем. Примерно полмесяца. Большое количество тренировок. Так, здесь опасный момент. Еще удар. Сыч. Два сейва подряд. Просит он команду. Ребята, соберитесь. Важнейшая игра. Наверное, самая... Ну, одна из важных в этом выпуске. Еще очень важная игра будет со Спартаком. Я думаю, самая такая хайповая. Все-таки это Спартак. Ну и пока по нулям. Я другого результата не ждал. Хотя Аланни пока... Все-таки первым номером играет. Еще дальний удар! Ну вот про это я и говорю, что Аланни первым номером играет. И 1-0. Но здесь вообще вопросов нет. Просто дальний удар слева и хорошо приложился. Из-за двух игроков сычу было практически невозможно достать этот мяч. Ну, я не рассчитывал, что будет здесь легкая прогулка. Это прям очень серьезный соперник. Не зря он на первом месте. Так, хорошо. Сразу же, сразу же блокирует. Пытаемся, пытаемся... Вот эту... Норку, так сказать, найти в обороне. Так, хорошо! Ну, парни, надо такой забивать! Видно, что подготовила Саваня к матчу. Оффсайд? Слава богу. Не было офсайда и удар мимо. Что-то придумываем. Общаются, общаются у нас. Тренерское руководство. Так, здесь на крапчика. Ну-ка и в дальнюю! Тащит вратарь. Но мяч уходит и первый тайм подходит к концу. 1-0. А Ваня впереди. Показывает нам Сыча. Но он старался. Много сейвов. Много выручил. И один удар. Все решил пока в первом тайме. 8-8 по ударам. Но пока Аваня выглядит лучше. Выглядит лучше. Так, хорошо. Здесь крапчик открывается на фланге. Сразу же двое. Смотрите, один обороняется, другой страхует. Так, кутузик попробовать! Господи, как же это опасно сейчас было. Да, это тот удар крапа. И сейф вратаря. Погнали. Угловой подача на ближнюю. Ну и в этом, конечно, есть свои минусы игры в три защитника. Потому что у нас вот такие просадки в обороне. Слава богу, Сычаев, лучший. Ой-ой-ой. Опасно было. И видит, видит кутуза. Кутуз. Надо. Умница. Выдохнули. Важнейший гол Сереги. Очень нужен был этот гол. И причем давался-то он тяжело. Ну, сильно под перекладину. И мы сравниваем счет. Хорошо находим стиля. Стиль! А вот и провал. А вот и... А вот и... Что с тебя подключается? А вот и провал в обороне Аване. Потеряли центр. И стиль уже просто вколачивал с правой. Отлично. Спокойно выходим. Есть у нас промежуток. Здесь пространство. И видим слона. Слон принимает. Все. Все, друзья. Какие вопросы? Каждый гол празднует с болельщиками. Спокойно. Вообще без каких-либо вопросов. Найс. Друзья. Не забывайте ставить лайки. Обязательно вот этот колокольчик. Блэм-блэм делаем. Чтобы уведомлялочки приходили. Но здесь стиль у нас на дриблинге. Опс. Вон хотел. Слон с левой. В руки воротарю. Все. Тяжелейший матч. Первый тайм полностью за Ланей. Но во втором у нас все получилось. Получилось отыграться. Много навырычал. Сыч, конечно же, в первом тайме. И вот смотрите. По ударам. Не помню. Сколько было в первом тайме. 8-8, по-моему. И потом мы просто 12 ударов во втором тайме делаем. Освановский забил первый гол в сезоне. И главное где? Главное где? В сложнейшем. В важнейшем матче. Итак, ну что, друзья. Следующий матч у нас против Волги. 16 очков у них. И я предлагаю. Перед матчем. Давайте чекнем чат. И почту. Что у нас там? Это по молодым. Так я в хорошей форме. И прекрасно себя чувствую. Вот. Он хочет выйти против Волги. Как раз мы это и сделаем. Вот. Я хочу выпустить на матч против Волги чуть-чуть другой составчик. Чтобы ребят сохранить на матч со Спартаком. Поэтому Талабыч у нас идет за место Кутуза. Дачник у нас сразу же выходит здесь. Карат за место Стиля. И Арыш за место Фортуны. Вот такой стартовый состав у нас будет. Можно Белочи, конечно, в рамки поставить. Но он без тонуса. Белочь без тонуса. Надо бы это было делать, конечно, перед игрой, а не в целом. Но идем на предматчевую конференцию. Посмотрим, какие вопросы нам хотят задать. Вы отлично начали сезон и теперь имеете все шансы избежать вылета. Сможете поддерживать заданный темп? Мы всегда верим лучше, а глубина состава вполне позволяет нам не думать о вылете. Какой вылет? Мы боремся вообще-то за проход в РПЛ. Тудроц проводит победную серию в восьми матчах. Команда ни разу не проиграла. В матче против Волга вы продлите эту серию? Не хочу уделять слишком большое внимание следующему матчу. Меня интересуют долгосрочные перспективы в Тудроц. В прошлом матче одержали уверенную победу. Как вы думаете, это скажется на клубе Волга Ульяновск? Победа важна, но важно и то, как играет команда. Нам нужно сохранять спокойствие и играть против клуба Волга точно так же, как и играли против... А Ваня, ну, как по-другому. Все справедливо. Снова дождь, снова деда-деда. Играем на Трудстадиум в гостях в Ульяновске. Let's go. В любом случае, играем, конечно же, на результат, хоть и немножечко, так сказать, знаете, вторым составом, будто. И вот, шанс для карата. Много пространства. С ударом вдальюю. Что у меня? Нос чешется, щежись. Ужас. Воротарь вытаскивает. Находим крапа. Крап с левой. 1-0. Ну, об этом я и говорю, что это будет хороший шанс для крапа. Проявить себя как центр-форвард. Но здесь без шансов. Здесь без шансов. 1-0. 15-ая минута. Мы повели в счете. Обратно на крапа. Крап. На быстрых ножках. ШТАНГА. Чуть не заносит в свои ворота защитник Волги. Ну, уже 2 голевых момента у крапа. Один забил, другой штанга. Так, здесь ошибаемся. Хороший, казалось бы, перевод, но нет. Здесь Беглариан. А там, где Беглариан, там все спокойно. Так, этот финтюк был лишний, по-моему. Ярош! Ярош! Не так часто он появляется на стартовом составе. Но здесь появляется и сразу же забивает. Умница. Ой-ой-ой, опасно! Под конец тайма, Волга. Или офсайт? Ай, офсайт. Да-да. Да-а-а. Но все равно, отметим. Что парни не будут сдаваться, они будут играть до конца. Еще опасный момент. Ну, вот это уже гол. Вот это уже гол. Это для тех, ребята, кто пишет, что поменяю уровень сложности, ты играешь на легком, там. Я играю на максимальном уровне сложности. Так. И все. Первый тайм, подход к концу. 2-1. Ну, концовочка тайма, конечно, за Волгой 100%. Подничок они показали. А Ваня выигрывает Метаург пока. Опасно. Дальний удар. Сыч. Увидел, увидел, что Сыч далеко вышел, и пытался его перебросить. Но Сыч умница достал. Ой-ой-ой, Сыч ошибается, побежал. Снова опасный момент. 2-2. 2-2, дорогие друзья. Дмитрий Рахимов, по-моему. Ну, здесь снова вообще без шансов. И ребята-то не собираются сдаваться, по-моему. Уже в угловой просто выносим. Ну, пора. Пора пацанов выпускать. Уходит слон, выходит Фортуна. Чуть будем усилять. В атакующий переходим. Спокойно. Ай, мана, чуть-чуть передержал. Пяточка отыгрывает и дальний удар. Сыч. Господи, что с Волгой случилось? Атака за атакой. Надо встречать! А вот это, походу... Моя ошибка. Что я решил дать отдохнуть. Бестам. У Фроу минус 6. Господи, там так все плохо у него. С... Тонусом. Но снова ошибаемся. Пытались вынести в итоге подбор. За Волгой. И Краб уходит. Болельщики Волги очень рады. Я думаю, болельщики Алании тоже. Так, спокойно. Ктус! Ктус! Есть! Есть! Сравниваем счет. Но этого мало. Есть, или не будем. Талаба счет играет. Ну все, у Кутуза прям пошли удары. У Кутуза прям пошли удары. Все хорошо. 3-3. Но этого тоже мало. Нам нужно забирать победу. И вот. Ярош. Надо. С левой. Тащит вратарь. Сальникова заменим на степа. Чуть-чуть тоже отдохнуть надо дать Сальникову. Хорошо. Кутайчик мог. Суглового сейчас замкнуть. Но походу первая ничья у нас в сезоне. Попахивает пока именно этим. Только если сейчас не привезут. Кто ж ты, дорогой? Мана. Просто нам сейчас такой подарок подарили. Снова ошибается. Сайт. Да, это посчиталось за передачу, поэтому оффсайд. Нет. Все-таки ничья. Все-таки уходим с одним очком. Но не всегда выигрывать. Было бы, наверное, не очень интересно всегда выигрывать. Супер замена Кутузов спасает ничью. Ну что, друзья, мы отдыхаем. И следующий матч у нас, последний на сегодня, это кубок против Спартака. Это будет что-то. Это будет нечто. За это нужно поставить лайк, дорогие друзья. Повторю. 250 лайков. 4. Так, Сергей Кутузов. Там что-то про Кутуза. 17 голов. Дайте почитать. Прогнозируемые голы там есть. Давайте прям откроем. Статистик, который не раз 41. Прогнозируемые голы 52. Матч 11. Голы за матч 1,5 гола в матч. Ну, это неплохо, слушайте. Прогнозируют, что мы за Кутуз забьет 52 гола за сезон. Это прям очень много. Сейчас полностью пробежимся. Продвижимся. Посмотрим всю вот эту штуковинку. Так сказать, предматчиваю. Кутуз лучше бомбардир пока. Два гола у него в Кубке России за один матч. Дублем он отметился. И погнали. Наконец-то здоровенный стадион. Открытие арены. Дорогие друзья. Зобнин. Сейчас здесь будет. Соболев. Джики. С такими ребятами сегодня нам предстоит воевать. И снова дождь. И снова дождь. Ну, за самураев сейчас надо будет бороться. Я не знаю. Мне кажется, будет ультра тяжело. Но это как раз сейчас будет... Такая, знаете... Ну, мы узнаем, что нас будет ждать в РПЛ. Близко здороваются. Прекрасно друг друга знают. Ребята. Как он ударил по лицу. Ну и забить стадион, конечно же. Окей. Будем стараться. Главное это спокойствие в обороне. Свои моменты мы найдем. Удар. Ну, ожидалось, друзья. Во-первых, нам не очень повезло соперником. Типа на второй раунд сразу же Спартак. С другой стороны, это хорошая проверка для нашей команды. 1-0. Зорин открывает. Счет. Сразу же. Сразу же. Просто теряем мяч. Вы посмотрите, какие скорости у Спартака. Да, господи, джойстик. Не отключайте. Хорошо. Мы еще и нарушили. Мяч просто вроде у нас оставался. Хорошая передача. На Фортуну. И... Есть. Кутуз. Отличная передача получилась от Бегваряна. И тут рваться. Сюда на стиле стиль побежал. Вижу здесь Фортуну. Фортуна удар. Хорошо. Видим. Фортуну. Убегай, родной. Удар. Господи, Максименко все тащит. Пошла подачка на ближнюю. На Крапа. Как будто бы какая-то заготовочка. Что Крап играет на ближнюю. И подача чаще всего идет на ближнюю. Но сложно оттуда пробить хорошо. Но мяч снова у Спартака. Блокируем. Хорошо. Кутуз. Сууу. Это вам, сердечки, ребята. Это вам. Важнейший гол. Господи. Уже максимально сближался с воротарем. Джики нас уже догонял. Нереальные эмоции, конечно, от игры со Спартаком. Фенел-то я уже все, уже привык. А вот когда против РПЛ играешь. Господи, какие эмоции будут, когда мы волчи, если выйдем. Ой-ой-ой. Но об этом пока рано. Пока у нас Кубок России. Заброс на Кутуза. Кутуз его выиграет. Можно попробовать на дальнюю. Сейчас, главное, не пустить. Спартак побежал в атаку. Последняя атака в этом матче. Ой, тайме. Николсон. Отдает центр. Еще. Да, сравнивают. Это Соболев. Это Саня Соболев. Но как минимум мы боремся. Как минимум мы не сдаемся. Окей, летс гоу. Второй тайм. Начинаем. Тут Роспартак. Матч за выход. Следующий раунд Кубка России. Снова провал в центре. Сыч. Разыгрывает Спартак. Хорошо. Слон заблокировал. Удар. Зобнем. Ну, тяжко. Как же похоже, да? Популярные ребята. Нам и так тяжко. Соболев. На Николсона. Все. Я уже даже, по-моему, фалил. Ну, да. Там бы пенка была. Ладно, шансов нет. Идем в атакующий. Будем стараться. Хотя бы на ничью, чтобы в дополнительное время. Выпускаю Промоса. Еще и такая подстава. Промос. Промос на Николсона. Хотя, чего я ожидал? Нужно достойно себя хотя бы показать. Уже, я думаю, все понятно. Стиль. Есть. 12 минут у нас на то, чтобы 2 гола отыграть. Звучит как невозможно. Но мы здесь ради чего? Причем еще и с правой. Я вообще думал, что он с левой будет в дальние закручивать. Он в ближней с правой. Это интересное решение. Возможно, и поймал на неожиданности вратаря. Спокойно. Сейчас, главное, без ошибок. Нам нельзя ошибаться. Спасибо. Но наш подбор должен быть, парни. Как же нас раскатывают. Еще и пенка. Еще и пенка. Сальников. Что-то там намутил, замудрил. Сыч! 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 Как в этом сезоне заканчивается для Тудроц. Но у нас была цель. Это бороться за выход в РПЛ. Мы ее и будем продерживаться. Кубок. Ну, да. Одну стадию прошли. Против Родины. Дальше Спартак. Все. Но мы играем сейчас против Гранды РПЛ. Так, кто? Никто не говорил, что даже если мы попадем в РПЛ, что мы таки, оп, на первом месте будем. Хорошая передача на Крапа. Оффсайд. А здесь офсайда не должно быть. Крап. Ну, как так, родной? Вроде и позиция хорошая. Все хорошо. Ну, и еще под конец промо-су даем забить. 7-3. Полнейшая неразбериха. Дубль Соболева. Спартак идет дальше. Тудротс останавливается. В Кубке России. Хотя, казалось, что сказка может получиться. Когда мы повели. 2-1. Потом, когда сравняли 3-3. Ну, после этого. К сожалению. Все. Кутуз также отметился дублем. Ну, и давайте. Интервью можно. 16-10 по ударам. Просто не хватило на реализации. У нас были моменты. Моменты были. Но провалы в обороне. И не реализованные свои моменты. Привели к тому, что мы проиграли 7-3. Сейчас посмотрим, что нам скажут. Ваша команда сегодня потерпела сокрушительное поражение. Что скажете? Ну, я уже все сказал. Наверное, так. Нужно принять тот факт, что мы пока не готовы играть на таком уровне. Сегодня стало очевидно, над чем надо поработать. Но это факт. Это реально. Это правда. Кутузов сегодня сделал все, что мог, но не спас команду от поражения. Прокомментируйте. Кутузов сегодня выложился на 110. А вот в обороне нам не хватает собранности и видения ситуации. Мы не можем надеяться только на Кутузова. Если бы стиль получил больше игрового времени, помогло бы это? Я определяю тактику и все трудные решения принимаю тоже я. После сегодняшнего матча мне многое стало понятно. И я буду больше уделять времени тактике. Ну, как-то так. Как обычно, говно интервью. Но, что есть, то есть. Ну, что, друзья. На этом наше видео будет подходить к завершению. Текстильщик, кстати, обыгрывает Пари Нижний Новгород. Ну, а мы заканчиваем, наверное, на грустной ноте. Ну, хотя чего грустить. Ну, кто ждал, что мы выиграем у Спартака? Я вообще не надеюсь, если честно. Давайте глянем, что нас ждет далее. Ну, да, остались только игры, в принципе, в лиге. Че нас ждет? Че нас ждет? Много-много еще игр. Очень много игр. Еще впереди. Но все зависит от вас. Напомню. 250 лайков. 4 матча. 300 и больше лайков. 5 матчей, как в этом выпуске. Извиняюсь за игру с Метаургом. Ну, так бывает. Буду чиниться, буду смотреть. По этому, по нашей таблице у нас все вот так вот. А Ваня первая строчка. На 1 очко у них больше. За нами идет Балтика. У них 20. В принципе, у нас есть небольшой запас. Где-то можно будет ошибиться. Следующий матч у нас против Акрона. Акрона. Не знаю, как правильно, честно. У него 6 очков. Это тоже внизу, ребятки, у нас. Так, ну все. Я продлил контракты. С кем хотел. С Каратом, Фролом, Белочем и Бондарем. Пока я не продлеваю. С Белкой, наверное, продлю. С Белкой, наверное, продлю. Вот. Ну и на этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно оставляйте комментарии. Также не забывайте про Бусти и про Телеграм. Обязательно подписывайтесь туда. Там будут все анонсы, когда видео, во сколько видео, что за видео и так далее. Ну а я с вами должен попрощаться. Еще раз спасибо. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok